19 марта в Уфе днем рядом с кафе отдых Nexia врезалась в стоящий самосвал. Здесь трудились дорожные рабочие и водитель легковушки поздно заметил препятствия. Как сообщают в группе баш ДТП очевидцы, здесь сразу же образовалась пробка, она держалась больше часа. Водители и пассажиры Nexia увезли на скорой с сотрясением мозга и переломами, сообщает сайт Proofu.ru. 21 марта в Уфе столкнулись два легковых автомобиля и ПАЗ. Авария произошла на пешеходном переходе через улицу Ферина. Одна из легковушек – машина ДПС, сообщает сайт Proofu.ru. 19 марта около 10 часов вечера на спуске с моста в сторону Норса занесло нефаст, следующий по маршруту 74. В результате ДТП пассажиры серьезных травм не получили. Водитель на короткое время потерял сознание. В течение получаса на том же месте столкнулись автобус пасса легковая. Причиной, вероятнее всего, стал гололед, сообщает баш ДТП. В ночь с 20 на 21 марта в Уфе на перекрестке проспекта Октября и Бабушкина произошло ДТП с участием двух автомобилей. На видео видно, что оба автомобиля едут на зеленый сигнал светофора. Однако ВАЗ-2109, поворачивая на улицу Бабушкина, не удостоверился в безопасности своего маневра. В результате чего и произошло ДТП. 18 марта вечером в Кушнаренковском районе республики столкнулись внедорожные автомобили Митсубиши и Хонда. По предварительным данным, у Митсубиши лопнуло колесо и его выбросило на встречную полосу. Водитель мужчины скончался на месте происшествия. В салоне второй иномарки находились женщина с маленьким ребенком. В результате автокатастрофы они получили серьезные травмы, несмотря на сработавшие подушки безопасности. Девочку увезли в реанимацию с сотрясением мозга и травмой шеи. Женщина-водитель Хонды также была доставлена в больницу, но ей не удалось выжить, сообщает сайт Уфа-Сити-Ньюс. Наш телезритель Вадим прислал последствия ДТП, которое произошло на проспекте Октября с участием автомобиля Сузуки и Газели. Если вы тоже стали свидетелем какого-либо события или происшествия и засняли это на камеру своего телефона или видеорегистратор, то присылайте видео к нам в редакцию по адресам, указанным на экране.